Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Интернет-телефония вошла в каждый дом. Это естественно, поскольку, в отличие от мобильных операторов, в Skype или WhatsApp не берет денег, а мобильный интернет есть почти у всех. Skype является пионером и все им пользуются, но со Skype связано много скандалов. Общение по нему небезопасно и многие организации попросту запрещают своим сотрудникам общаться по Skype. Какую альтернативу можно предложить? Сотрудники Теплицы используют для звонков Jitsi. Jitsi – это, во-первых, очень просто, во-вторых, безопасно, в-третьих, бесплатно. Есть две возможности использовать Jitsi – из-под браузера и установив программу на компьютер. Начнем с первого, тем более, что это не требует никаких дополнительных действий, не требует регистрации в системе, не требует вообще ничего. В общем, сейчас увидите. Нажали Try Jitsi, нажимаем Go и мы в системе. Если вы заходите первый раз, Jitsi запросит разрешение на использование камеры и микрофона. Нужно согласиться. Я здесь уже был, у меня Jitsi ничего не спрашивает и даже помнит меня. Здесь я ввел имейл и он подтянул мою аватарку с Gravatar.com, но это не значит, что у меня есть аккаунт на Jitsi. Тут вообще нет такого понятия, как аккаунт и нет списка контактов. При первом знакомстве это кажется странным, но к этому быстро привыкаешь. Для того, чтобы начать защищенный чат или звонок, вам нужно взять вот эту ссылку, скопировать ее и отправить тому, с кем вы хотите пообщаться. Вот, например, я отправлю второму себе ссылку через Facebook. Второй я ее получит, перейдет по ней и мы начнем общаться. Давайте сделаем для наглядности наоборот, как будто второй я прислал мне ссылку. Нажимаю и все. Он пишет, что мы пытаемся законнектиться и вот мы начинаем общаться. Так как второй я не указал имя в настройках, он тут выглядит безымянным, но я-то знаю, что это он. Я отправлял ссылку именно ему. Если есть сомнения, вот он включил камеру, я вижу, что это он. Ну то есть я. И таким образом можно общаться со всеми, кому вы отправляете ссылку. Тут возможен групповой чат. Причем, если человек не знает, что такое Jitsi, это не важно. Как только он пройдет по ссылке, он уже в чате. Кстати, предупреждайте об этом, а то потом люди ищут кнопку подключения и могут ставить крутой словцу, не догадываясь, что вы их уже слышите и видите. Пройдемся по настройкам. Можно отключить-включить микрофон, отключить-включить камеру, расшарить экран, ну то есть показать, что у вас на мониторе в данный момент. Для этого, правда, нужно установить дополнительное приложение в браузер. Далее фулл скрин и, собственно, разорвать соединение. Тут слева чат, передача документов, можно сделать звонок на обычный номер, минимальные настройки, ну и вроде все. Минимализм, но больше-то для звонков ничего и не нужно. Мы в редакции пользуемся Jitsi именно так. Но если вдруг приложение вам очень нравится и вы хотите использовать его по максимуму, вам имеет смысл скачать программу и установить на компьютер. Забавно, что сначала идут ссылки для мобильной версии, потом Linux и только потом где-то в хвосте Windows и Mac. Но тут я столкнулся с одной странностью. В описании заявлено, что Jitsi поддерживает по меньшем мере Facebook Messenger и здесь вы можете подключить аккаунт Facebook, что, естественно, удобно, поскольку вы имеете все ваши контакты, но сообщения идут с использованием сквозного шифрования, а голосовые звонки используют открытый стандарт шифрования ZRTP. Но у меня возможности подключить аккаунт Facebook нет. Это должно быть здесь. И, соответственно, ни одного аккаунта на предложенных площадках у меня не оказалось. Заводить специально, чтобы показать, как это делается, я не стал. Тут все просто. Добавляете аккаунт, начинаете пользоваться. Ну просто очередной мессенджер. Не знаю, я не вижу в нем смысла. А вот использовать веб-приложение Jitsi очень удобно. Хотите с кем-то поговорить без посторонних ушей? Кидаете ссылку, разговариваете. Простое, удобное и, главное, безопасное приложение для общения. Все, любите друг друга, позвоните, позвоните ей, позвоните обязательно, но только ради бога не используйте скайп. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у деплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok